Всем привет из Киева, столицы Украины. С вами Виктор Курсов, старший научный сотрудник Института зоологии Академии наук Украины в Киеве, кандидат биологических наук. Сегодня рассказ об обитателях жилища и обитателях супермаркета. Почему? Потому что, как вы видите, даст Архан, как обещал, рассказываю о том, кого я увидел в супермаркете. Не только увидел, но и покажу вам. Да-да, сегодня 1 марта, был на небольшом походе в магазин, был на походе в парк. После парка пришлось зайти в магазин, кое-что купить и кое-кого найти и даже поймать. Вот в баночку. Как раз здесь в баночке сидят обитатели жилища или обитатели супермаркета. Но я уже про чех не рассказываю. Если вам интересно, что я накупил, рассказываю в предыдущем сюжете, заходите, посмотрите, какие цены в Киеве 1 марта 2015 года. Все меняется, думаю, будет исторический сюжет. На следующий 1 марта будут уже цены совсем другие. Вот что же было в супермаркете? Рассказ биологический, энтомологический о насекомых. Конечно же, проходя мимо того места, где было множество круп, запасов, неожиданно тут я увидел летающих бабочек. В супермаркете не вот таких малюсеньких, а достаточно крупных. Вообще-то говоря, бабочки в домашнем жилище весьма обычное явление. На кухне или в коридоре. Что я вам скажу? То, что на кухне у вас обитает моль та, которая ест ваши продукты, а в коридоре та, которая может съесть ваши шерстяные изделия. Почему? Потому что на кухне это обычная моль. Это обычная, которая называется чаще всего, это амбарная огневка южная, плодио интерпунктельда. А вот кого я нашел в супермаркете, сидит здесь. Довольно-таки крупная бабочка, серенькая. Ее, конечно, сейчас не так уж видно. Надеюсь, может быть, она просвечивает здесь в баночке ее. Видно, что она не такая уж и маленькая. Они не очень хотят сейчас летать в банке. Уже успокоились. Но, тем не менее, надеюсь, может быть, хотя бы их фоново будет показано. Четыре экземпляра бабочки. Размером не таким маленьким. Сантиметр. Серые такие моли летали в супермаркете. Уже не говорю, какой супермаркет. Не столь важно. Может быть, в вашем супермаркете летают и не такие. Еще бывают жуки, еще бывают люди открывают пачечку с шоколадом, а там червы, червы, что за червы? Это не червы, это личинки, которые съели ваш шоколад. Или, может быть, они съели ваши орехи. Откуда они взялись? Потому что множество насекомых любят питаться тем же, чем и вы питаетесь. А чем же питались эти бабочки? Бабочки ничем не питались. Питались и гусеницы. Гусеницы этих бабочек. И это было около мешков с крупой. Да-да, это всем известный вредитель под названием «Мельничная огневка». Или «Эфестия кухниеля», или «Анагаста кухниеля». Для этого я взял самое то, что у меня было под руками. Вот моего учителя Олега Павловича Негробова. Публикация книга «Экология жилища. Беспозвоночные обитатели дома». Учебное пособие. В каждом учебном пособии об этом написано. И здесь тоже написано о огневке мельничной. Что она размером до 20 мм с аромахи крыльев. С пятнышками. Серенькая бабочка. И развивается на различных средах. Она ест чаще всего продукты и прячется в щелях стен, в таре, в мешках. Поедает зерно, крупу, муку, макароны, сухофрукты, сушеные овощи, грибы, кондитерские изделия, семена. Все, что хотите съесть. То, что вы его питаетесь. Так что, если вы накупаете много крупы и делаете запасов, будьте уверены, у вас появится. Или вот эта мельничная огневка крупная. Когда она сидит, она напоминает собой узенькую такую, как палочку, с поднятым кверху носом. И бабочка серая, невзрачная. Конечно, не энтомологу так ее хочется прихлопнуть. Но и для энтомолога так и хочется ее поймать. Поэтому энтомолог всегда должен иметь в кармане, что правильно, маленькую баночку, пробирочку. Как и было в моем случае. Совсем маленькую, совсем средненькую пробирочку. Или более крупную. И ловить ее в баночку. А вот у вас чаще всего на кухне не летает такая огромная. Летает более крохотная. Огневка, амбардная, южная. Небольшого размера. До 8 мм. Когда она сидит, тоже поднятым носиком. Вот так она сидит. С поднятой головой. Она имеет более светлые. Светло-коричневые окраски. И с полосой широкой посередине накрыли. Обычно летает на свет. Когда включаете, она раз вылетела. Из шкафа. Думаете, что она ест вашу одежду? Нет. Это чаще всего ест вашу крупу. Вот как пишут эксперты. Энтомологи. Она повреждает. Не бабочка. Повреждает гусеница. Повреждает зерно, муку, крупу. Сушеные овощи, фрукты. Бакалейные кондитерские изделия. Пряности. Запросто. Запросто съест перец. Лекарственные изделия. Запросто съест сушеную. Мяту сушеный. Перец. Орехи. Любимейшая пища для молей, заводящихся на кухне. Для, например, амбарной южной огневки. Плодия интерпунктеля. Откуда же берутся бабочки? Откуда берутся моли в вашем доме? Скажите вы. Просто. Что, они сами завелись? Конечно нет. Вы открываете окно. Эти бабочки прилетают откуда? С улицы. Конечно не из леса. Они в лесу не живут. Это, в общем-то, обитатели жилища. Они прилетают просто снизу, сверху от ваших соседей. С кухни прилетают на кухню. Когда вы открываете свое жилище, открываете дверь в коридор, уверены прилетают моли, которые едят одежду. Сам лично видел, сидят моли, потому что они вылетают из квартиры, садятся на стену, завороженные сидят, потому что яркий слишком свет, они не двигаются. Но тут, если вы открываете дверь, потоком воздуха их запросто может занести в ваше жилище. И вы начинаете хлопать, ловить замечательную эту моль, которая съест вашу шубу, ваш шарфик, вашу одежду шерстяную, если вы ее запустили с коридора. Поэтому будьте аккуратны, ставьте двойные двери не только от плохих людей, но и от плохих бабочек и плохих жуков. Вот жуки мне еще не попадались, конечно, в шоколаде. Не попадались в крупе, а вот бабочки очень часто заводятся в крупе. Потому что они очень быстро мигрируют. Жуки, они немножко менее подвижны, но тоже прекрасно перелетают. Тоже прекрасно перелетают от соседей, где они будут есть сухую крупу, сухие изделия, как я уже перечислил, и кондитерские, и бокалейные изделия. Поэтому не храните их запасами и мешками. В моем опыте еще во время университета был случай, когда я видел жука, это Ситофилюс ариза, зернового долгоносика. Был вот такой мешок, стоял, два мешка, стояло посередине дома у фермера. И этот мешок был теплый, этот мешок шевелился. Почему? Потому что в мешке была пшеница. И всю пшеницу съел долгоносик, Ситофилюс ариза. Всю. Такое зерно, такую пшеницу нельзя даже давать в пищу. Куры куром, потому что они будут отравляться, потому что в этом зерне содержатся продукты жизнедеятельности этих насекомых, жуков-долгоносиков. Так же, как и крупа. Крупа будет с пылью, она будет с продуктами выделения, она будет с паутинкой, она будет с дохлыми бабочками, с дохлыми гусеницами, если в конце концов она потеряет свой товарный вид. Как с ними бороться? Стараться ставить сетку на ваше окно в кухне, стараться внимательнее быть в своем коридоре, уничтожать бабочку, использовать против бабочки в коридоре отпугивающие средства, а на кухне не хранить запасы, на случае цунами различных запасов. Ну так, как говорится в нашей жизни, чего не купишь, потому что лучше купить две пачки сухого чая, который не съест гусеница. Чай вот она не любит как раз. Вот эта вот бабочка, леничная огневка. А вот если купить 10 килограмм муки, забыть про нее на целых полгода, обязательно кто-то проберется или из гусениц, или сама бабочка, она проберется туда внутрь, отложит яйца, и за 12-14 дней уже разобьется гусеница, снова вылупится следующая бабочка, которая снова отложит яйца, и потихонечку за полгода от вашей крупы останутся рожки до ножки. Останется поеденная крупа с выделениями бабочек, останутся различные такие паутинки, и сами бабочки принесут вам хлопоты. С такой муки не захотите печь пирожки или печь себе блинчики. Придется выкидывать. Так что не делайте слишком больших запасов продуктов, или заворачивайте их в очень плотную бумагу, запромораживайте их, например, в холодильнике сначала, чтобы убить содержащихся там насекомых, которые вдруг там могли быть. Вы их можете принести запросто из магазина. В холодильнике вы их убьете, потом поставите, закрутите полиэтиленовый пакет, тогда они еще похоронятся одолжение. Но любые продукты имеют свойство портиться, прогоркать и терять качество. Поэтому имейте совесть, покупайте столько, ну чтобы они не испортились. Вот такой рассказ про обитателей жилища, про мельничную огневку, бабочку, которая летает даже в супермаркете. Иногда прилетает с улицы ваше жилище, гоняйте бабочек. Если вам нужны вопросы, советы, оставляйте свои комментарии под этим видео, ставьте лайки, пишите вопросы, следите за обновлениями и следите за экологией своего жилища, тогда у вас не будет вредителей и может быть запасы у вас будут все в норме. Так что желаю вам успеха, пока, ставьте лайки и привет из Киева, столица Украины. До следующих встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok